Два последних вопроса. Вы попадете в клоуф? Да. И второй. У вас есть мотивация, что если вы здорово сыграете, то вас могут в сборную позвать? Спасибо. Привет. Бывший тренер ЦСКА Сергей Федоров не собирается рассматривать предложение в ближайшее время. Да и вообще неизвестно, будут ли они. Итак, наблюдательный совет ЦСКА признал итоги сезона неудовлетворительными и назначил нового главного тренера. В российский хоккей возвращается Илья Воробьев. Бывший главный тренер Металлурга, последний сезон отдыхал, отчасти потому, что у него был высокий действующий контракт с уральским клубом, который бы он потерял, если бы согласился работать. Отчасти из-за того, что все серьезные клубы определились с тренерами на сезон и не хотели что-то менять. Но было очевидно, что это весной тренер вернется в хоккей, так как сидеть дома, хоть и в роли обеспеченного человека, так себе занятие. Кандидатов было два. Акбар и ЦСКА, но армейцы оказались арст-торопней. Что ждет московский клуб при Воробьеве? Трудно предположить по нескольким причинам. Например, непонятно, решаться ли в клубе на перестройку состава, или менеджеры считают, что причина слабой игры и вылета в первом раунде пловов исключительно в тренере. Кроме того, пока нет новостей о том, кто будет помощником тренера. Дадут ли ему вообще привезти ассистентов? Воробьев в этот отпускной сезон многое переосмыслил. Он немного на общественных началах поработал в Ванкувере. И наверняка у него теперь очень много идей по поводу хоккея. Но и вон приходит весьма специфический клуб, где смена тренера допустима через сезон, в случае, если команда не выиграет кубок. Из минусов Ильи Воробьева не слишком большое доверие молодежи. Правда, в ЦСКА и нет таких проспектов, которые бы разрывали всю лигу. Из плюсов умение ставить весьма приличный хоккей, достаточно зрелищный. Но тут многое зависит от подбора игроков. А в этом смысле мы вообще не понимаем, что может происходить в ЦСКА. Защитник Артем Зуб из Оттавы забросил свою четвертую шайбу в сезоне. Его команда обыграла Баффала. Но оба коллектива не попадают в плей-офф. Живите теперь с этой информацией. В клубе ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» назначили нового спортивного директора. Им стал Михаил Бирюков. И он обязан обеспечить более тесную связь с основной командой из Москвы. Но когда мы говорим о Санкт-Петербурге, то имеем в виду совершенно другой коллектив. Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост по итогам сезона, пообещав вернуться сильней в следующем чемпионате. Напомним, что контракт тренера действует еще три года, и вероятнее всего он продолжит работу в следующем чемпионате. Удивило, что Роман касается частностей в этой итоговой речи. Он говорит, что его команда никогда не будет ставить автобусы и сушить игру ради вымученной победы. Но в современном КХЛ уже так никто не играет, кроме клубов, у которых острый дефицит хоккеистов. В Санкт-Петербурге же проблем с составом нет. Но иногда никто и не против автобусов, если идет речь о победе в важном матче. Может быть, такой гибкости не хватило в последней игре против автомобилиста. Плюс тренер СКА снова сослался на травмы игроков, но по большому счету лишь повреждение Никишина сказалось на игре. Зато уже пошли слухи об игроках, которые в следующем сезоне не сыграют в СКА. И удивляет, что питерский клуб отказывается от опытного защитника Андрея Сергеева. Он добавлял обороне мощи, но, видимо, чем-то не устроил тренера. Непонятно, зачем нужно было давать российский паспорт Лайпсику, если клуб отказался и от него. Да и не было к нему большого доверия со стороны тренеров. По поводу Пашнина, Швейца, Рогового и Кадейкина вопросов нет. Они явно не вписывались в систему. Но значит, будет 5-6 новичков. А это уже не похоже на точечное усиление. Пока неизвестно, кто будет главным тренером Акбарса, ведь там планировалось, что Илья Воробьев подпишет с ними контракт. Как бы не пришлось теперь снова возвращаться к Белли Лединову. И последнее во втором раунде плей-офф ВХЛ будет седьмой матч. Химик обыграл Югру. И теперь в пятницу команда встретится в Ханты-Мансийске. Будет весело. До свидания. Парни, классная победа. Все отработали в обороне. Классно сыграли в атаке. Все это сохраняем и едем в Югру. За победу. Давай. Мы сильнее и лучше. Едем туда и выигрываемся. «Браво!» Субтитры сделал DimaTorzok